Бережливая медицина – так называется новый принцип организации помощи в поликлиниках Чувашии. Основные положения этого принципа – своевременная постановка диагноза ранее начала лечения и рациональное использование средств и ресурсов. О том, как работает принцип бережливой медицины на примере поликлиники онкологического диспансера – наш репортаж. Онкология – серьезный диагноз и порой даже настрой помогает выздоровлению. Людмила Семенова рассказывает, что заболевание у нее обнаружили еще в 2009 году. Она помнит, какой поликлиника была до модернизации и какой стала. Значительно изменилась, потому что когда я ходила в 2009 году по коридорам этой поликлиники, было довольно мрачно. Не было мест сидячих. И вообще казалось, что даже посетители были недовольны тем, что вроде как мрачные кабинеты были. А сейчас ходишь, все светло. Есть места, где можно отдохнуть. Даже на диванчике посидеть, если более долгий прием. В общем, мне нравится здесь сейчас все. Людмила отмечает, что изменился и сам подход к приему пациентов. Их маршрут выстроен детально. Теперь нет длинных очередей недовольных больных и замученных врачей. Каждый врач видит, сколько человек у него за дверью. Есть такая система, которая на компьютере показывает, сколько у меня в очереди человек. И кто по записи, кто экстренный. Могу регулировать очередь. Сейчас в каждом кабинете два компьютера. Заполнять карты, смотреть результаты анализов и лечения. Распечатывать направление на обследование может и врач, и медсестра. Пациент может идти на лечение без амбулаторной карты. Все в электронном виде у нас. Все есть папки, есть и на бумажных носителях. Он находится под рукой, не вставая со своего рабочего места. Мы можем прием организовать очень быстро. Все бланки у нас, все документы, все есть в компьютере. И если компьютер зависает по каким-то причинам, то есть на бумажных носителях. Регистратура в поликлинике преобразована в консультативно-справочный отдел. Оформят карту и направят к нужному врачу в течение нескольких минут. Записаться на прием можно и по телефону колл-центра. Там же расскажут о расписании и лечении. Пациент должен получить качественную медицинскую помощь в максимально короткие сроки. Мы работаем с 8 до 8. Врачи работают у нас в две смены. И пациенты записываются на прием по целям вращения. То есть у нас есть отдельная запись для первичных пациентов, для повторных пациентов и пациентов, которые идут на консилиум. Ежедневно мы также принимаем электронные заявки от медицинских организаций. Заочно консультируем пациентов и определяем все тактики ведения совместно с лечащим врачом. В среднем в день сюда приходят 250-300 человек. А с помощью телемедицины и электронной системы можно проконсультировать до 15 человек в неделю. В ближайшее время в онкодиспансере планируют провести модернизацию диагностического центра. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.